Горячая и холодная, воды нет, воды нет. Вот я закрываю. 16 июня мы утром ушли на работу, вечером пришли, воды нет. Краны мертвы в двух квартирах у Маргариты и ее соседей. Жильцы вели режим жесткой водяной экономии. Тратить ценный ресурс никому не хочется, ведь за водой теперь приходится ходить на двор. Здесь заботливые коммунальщики кинули временную линию. Это не серьезно, это 21 век у нас, чтобы вот так вот ходить вокруг и за водой. Серьезно или нет, но другого выбора, кроме как таскать ведра, у людей просто нет. Так решила соседка из первой квартиры. Дом строился в 75 году. Центральный водопровод тянется из одной квартиры в другую, вернее тянулся. До тех пор, пока хозяйка первой квартиры не перекрыла подачу воды остальным. Почему? Загадка. Пострадавшие люди буквально штурмуют диверсантку, но ответа все нет. Она просто не хочет, это ее чисто прихоть. Люди возмущены, но не удивлены. Домов с таким же коммунальным устройством половина хутора. И многие владельцы первых квартир также отрубили соседей. Маргарита уверена, это самоуправство и преступление. Мы что, сейчас все начнем отрезать центральный водопровод, центральную канализацию. Кто хочет, тот туда и залазит. То есть по закону ведь вообще не положено. То есть есть соответствующие службы, которые могут этого делать. Нехорошая тенденция тянется уже 12 лет. Пострадавшие пытаются жаловаться местному главе в районную администрацию. Бесполезно. Самоуправство счастливые хозяева первых квартир объясняют просто. В правом собственности. Только почему остальные стали бесправными, люди не понимают. А вообще есть статья, что при приватизации соседи имеют право отключать. То есть чего? Такой статьи нет. Нам это дало государство в одинаковом праве всем. Остановить вакханалию самовольных отключений может и должен муниципалитет. И хотя 12 лет сельсовет интеллигентно не замечал соседских междоусобиц, на сей раз решил мешаться. Сейчас мы готовим исковое заявление в суд. И будем судиться с первой квартиры. Глава обещает уже в понедельник поддаст иск самому правству. Хоторян нужно положить конец. А то не ровен час кто-нибудь особо ретивый. Отрежет от сети и сам сельсовет. Елена Кузнецова, Дмитрий Журавлев. Наше время.